КОНЕЦ Матер Лютер Кинг смог произнести очень важные слова, которые стали призывом для многих людей. Он сказал, у меня есть мечта. Его мечта была основана на библейских пониманиях справедливости в наше время. У меня есть мечта, что Израиль станет местом пробуждения, и народ Божий примет Мессию всей общиной и будет реальным светом для язычников. У меня есть мечта. Матер Лютер Кинг сослался на древнее пророчество, когда сказал эту фразу. Она основана на Амоса, 5 глава, 24 стих. И там написано, пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. У меня есть мечта. Что люди будут получать исцеление, приходя в каждую церковь, в каждую общину. Где люди будут благодарить Бога за чудеса и знамения, за измененные жизни. В 1903 году Леон Розенберг приехал в Одессу и мечтал о пробуждении среди евреев. Этого города. И поэтому открыл библейскую лавку на Спиридоновской, 7. И уже к 1921 году в Одессе существовала мессианская еврейская община. Здесь, в Одессе. Большевистский переворот, последующая за ней революция, смогли только провозгласить безбожье и гонение. Но мы, все верующие, мы прошли через это. Включая и православных, и католиков, протестантов, евреев, всех остальных, которые прошли. Потому что тот режим говорил, нет Бога. А мы говорили, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. В 1995 году, после почти 70 лет красного террора, Джонатан Бернист приехал в Одессу и провел эволюционный концерт, после чего родилась мессианская община врата Сиона. В которой покаялись многие люди. И уже в 1996 году был основа мессианский библейский институт, опередивший время и дал возможность многим новообращенным евреям и остальным верующим людям получить знания в еврейско-мессианском формате. Эти выпускники сегодня здесь. Здесь есть люди, которые прошли еврейский библейский институт. И я хочу сказать спасибо. Сегодня среди выпускников, у нас их есть Александр Шайного, есть у нас Леонтий, Роман. У нас есть другие братья, которые пришли. Борис, у нас есть Валентин. Я буду назвать имена, и мы будем знать всех их. Но есть те, которые уже служат за границей. В Европе, Израиле, Америке. Вы знаете, это служение, оно имело свой потенциал и движение вперед. Я верю, что оно будет продолжать действовать. Я хочу сказать выпускникам спасибо за ваше время и ваш риск. Вы рисковали, чтобы приехать в институт, жертвовали не только временем, но и работой. Для многих даже вы меняли место жительства для того, чтобы приехать сюда, учиться в Одессу. Сегодня мы уже обучаем детей наших выпускников. Это говорит, что уже целое поколение. Мы имеем поколение, которые знают, куда они идут. Они знают, что они хотят делать. Они хотят иметь обновление. Как люди, просто как люди. Спрашивали ли себя когда-нибудь, а что я могу сделать, как один человек? Что как один, как просто лично, что я вообще могу сделать в этом бушующем мире? Я вам хочу сказать. Многие из нас говорили, да. Я так говорил, что я вообще значу. Я один человек. Но ты можешь совершить великое и невероятное перемены в своей семье, в своем районе, в городе и в своей нации. Твердо веря в Бога, который спас тебя, осветил и дал тебе надежду. И только в Слове Божьем ты можешь изменить все вокруг. У Бога достаточно средств, чтобы помочь тебе выстоять и в кризисах победить в твоих неприятностях. В 1903 году, на столетие, 110 лет служения Леонио Розенберга, примерно же в это время, время Хануки, Джонатан Бернерс решил начать через МЧБА, Мессианский Библийский институт, еще одну общину с очень интересным названием, Свет Мессии, Орхом Ашиах. И у нас была мечта. У нас была мечта видеть много перемен и спасенных людей. И для этого у нас сегодня есть Бейк Нессет, Дом Собрания. За эти годы существования общины мы стали частью многонациональной общины города. И я хочу сказать спасибо. Спасибо пасторам. Виктор Марчин, как он у нас представляет целое движение. У нас Андрей Бакалов, Сергей. У нас есть сегодня Виталий Павлович, который хочу сказать спасибо за то, что вы, когда было сложные времена, вы нас приняли к себе. Власть и Украинка сгорела, и нам нужно было за один день переехать. Я говорю об этом, потому что... Я ценю, как мы говорили, отношениями. Братья, я хочу сказать спасибо вам. Пастора, спасибо вам. Быть частью общества Христова возможно тогда, когда ты чувствуешь, что ты Его часть. И за это я очень благодарен всем пасторам в городе. Наша дружба и работа на благо друг друга и поддерживать друг друга очень важна. Мечта. Это ценное и то, что я хочу делать. Быть частью тела Мессии здесь, в Одессе. У каждого из присутствующих есть мечта. Особенно у пасторов. Особенно у пасторов. Сакральная маленькая мечта. Каждый из нас мечтает о доме молитвы. Правда? Мы не так сильно мечтаем о своем доме, но каждый раз, когда ты сидишь в собрании, ты мечтаешь, чтобы был дом молитвы. Начиная от самой маленькой домашней группы. Сразу идет то место, где ты хочешь, чтобы люди приходили. Чтобы мечта, которую Бог дал нам, она развивалась. Третья книга царств, 9 глава, 3 стих. «И сказал ему Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я обращаюсь к астераму. Я обращаюсь к служителям. Бог будет отвечать на ваши молитвы. И Бог будет отвечать на то желание ваше сердце, которое вы имеете перед Ним. Потому что все сфокусировано, чтобы люди были целостным, вместе, одним телом. Я осветил себе храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои в сердце моем во все дни». Бог говорит, что я буду посреди вас. Я понимаю, что мы сегодня говорим об общине, о церкви, как о теле Мессии. Просто к тем временем люди, которые собираются вместе. Это правильно. Но в каждом есть желание, чтобы мы собирались вместе, которое посвященное Богу. В Новом Завете сердце человека – это место, где живой Бог Израиля живет и желает обитать. Так что новое место – это его пребывание. Это можно пережить. Каждый человек, который принимает Ишуа, личного спасителя, имеет отношение с Богом, он может пережить Божье присутствие. И мы называемся как храм. Мы являемся этим храмом, где Дух Святой живет. И все же, помните историю между фарисеями, был человек по имени Никодим. Один из начальников иудейских. Он пришел к Ишуа ночью и сказал ему, «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творил и творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». А он пришел спросить у него, какой секрет? Что мне нужно делать? И Ишуа отвечает в очень простые слова. Тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно пережить. Хорошо, что ты ходишь в синагогу, хорошо, что ты часть Синедриона, хорошо, что ты часть, ходишь на храм, но тебе нужно пережить Бога живого, чтобы ты понимал, что ты являешься тем местом, где Бог хочет пребывать. И несмотря на все это, хочу вам сказать, что каждый из нас внес в лепту это присутствие Бога в нашей жизни. Никодим специально пошел к Ишуа расспросить. И я верю, что для каждого человека, особенно здесь сидящего, нужно иметь желание, стремление, чтобы научиться. И Бейт Кнессе, Дом, именно собрание, возможно, поможет каждому осознать и научиться, искать Бога, который хочет поселиться в их сердце. Сделай себе одолжение. Проведи время с Богом и спроси Его, хочет ли Он поселиться в твоем храме, в твоем сердце. Или там нужно кардинальное изменение, очищение. Мы могли здесь убрать, мы могли здесь построить все, могли сделать очень много, но если наше сердце, которое принадлежит Богу, оно неизмененное, нам нужно делать вывод. И все же мы говорим о здании. Множество проведено работы. Здание – это то место, где мы можем проводить много мероприятий для того, чтобы достичь людей, чтобы помочь людям, чтобы иметь общение. Но скажите себе, хочу ли я иметь эти отношения с людьми? Вчера многие ушли из нас в час ночи. До часу ночи мы здесь убирали, делали, поднимали. Я хочу сказать спасибо всем вам. Особенно тем сестрам, которые приходили, мыли пол, здесь было прохладно. Но наши левиты ушли после двух. После двух. Я вам скажу, мне, я хочу особенно честно дать Сергею Ашаджанашвили, Владу Варуху, Ване, Даниилу, и всем тем, кто были здесь. Потому что 2 Парапоминон, 29 глава, 5 стих говорит такие слова. «И сказал им, послушайте меня, левиты, ныне осветите сами, осветите дом Господа Бога Отца ваших». Я думаю, то, что мы делали, и была подготовка. Очищение не только сделать миг, в употе окунуться в воду, да, и сказать, вот я готов. Но если твое сердце здесь, там твои помыслы, где твои помыслы, там твоя работа, где твоя работа, там идет словословие и благодарность Богу. Благодарность каждому тем, кто не только приготовил здание к собранию, но и для всего духовного совета. Хочу сказать, братья, спасибо вам. Спасибо за поддержку. Спасибо за участие. Спасибо за то, что вы именно видели и видите, как это дальше должно быть, как это работает. Спасибо вам огромное. Хочу благодарить наших работников офиса. Знаете, они сегодня приготовили, очень много для вас и сестры приготовили и делали очень много. Я знаю, что Оля наша, Рыбакова, она, знаете, для нее вот этот финансовый вопрос, ситуации, которые происходили. Хочу сказать, Оля, спасибо. Ты здесь из самого начала общины, и мы благодарны тебе за эту работу. Но моя особенная благодарность моей супруге Татьяне. Во-первых, это то, что она согласилась переехать в Украину. Уже говорили, да, там. У нее была возможность стать одним из дизайнеров, как в компании ГЭП. Было предложение, она отказалась ехать и сказала, поедем в Украину. Я хочу сказать ей спасибо, потому что, когда нам предложили, попросили начать общину, я первый вопрос спросил, ты уверена, что это нужно делать? Она говорит, да. Я говорю, ты можешь понять, к чему это нас приведет? Она говорит, к чему? Я говорю, мы, возможно, никогда не сможем так часто видеть наших детей. Возможно, мы здесь, в этой стране и умрем. Возможно, мы не можем посещать твоих родителей, которые живут в Америке, братьев и сестер. Она посмотрела на меня и говорит, я согласен. Много времени прошло. Я хочу сказать спасибо. Но чтобы закончить наше служение, я хочу прочитать нечто из Танаха. То, что делал Соломон. Услышьте, эти места Писания, их очень много. Там три главы и посвящение. Я знаю, что сейчас прохладно. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Соломон созвал в Иерусалим старейшин Израилевых. Всех глав племен, вождей народов Израиля, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть из Сиона. Все израильтяне собрались перед царем на праздник седьмой месяц. Когда же все старейшины Израиля были в сборе, левиты подняли ковчег, они понесли ковчег, и шатер откровения и всю священческую утварь, чтобы было на святилище. Все это не слили витые священники. Звуки труб и голос поющих сливались в одну стройную письм хвалы. Мы сегодня пережили. И прославление Господа. Когда под звуки трубы, кимвалов и других музыкальных инструментов все запели хвалу Господу, а мы эту песню только попели, чтобы вы слышали, понимали, наши левиты даже не знали о том, что я буду читать. И они спели эту песню ом благ хаду. Ибо вечно любовь его неизменна. Послушайте, эту песню, которую попел народ, весь храм Господень объяла облако. Я понял, что там было на святой день и облако, там машины были. И не могли больше священники стоять и совершать служение перед облаком славы Господней, потому что слава Господня наполнила Божий храм. Сказал тогда Соломон, Господь говорил, что присутствие его и в густом облаке будет явлено. Я построил для тебя, Господи, храм величественный, место, где ты будешь пребывать вовек. Затем царь повернулся ко всей общине Израиля, что стояла перед ним, богословил ее и сказал, благословен Бог Израилев. Он совершил рукой свои то, что сам заповедовал отцу нашему Давиду. И я скажу так, это чудо. Чудо, что у нас есть здание. Чудо, что мы сегодня здесь собираемся. Но также это исторический момент. Со времени, когда, 1903 года, когда Леон Розенберг имел мечту, сегодня еврейско-мессианское община, имеет мечту, дом молитвы. Я не буду много читать, потому что есть целые три главы. Но я хочу почитать нечто. Если согрешит человек против ближнего и потребует от него клятвы, он придет и даст клятву перед жердиком твоим в этом храме. Тогда услышь небес, рассуди слуг твоих, воздай злодея, пусть он на голову обращает, обращает зло и невинного оправдай, воздай ему за его праведность. И если народ твой, Израиль, будет разбит врагами из-за того, что против тебя согрешил, а затем раскается, признает имя твое, вознесет молитву к тебе в этом храме, тогда услышь их на небесах, прости грехи народа твоего, Израиля, и верни им благополучие на земле, которое ты дал им и процветает правоцам их. Если творятся небеса и не будет дождя за то, что народ твой против тебя согрешил, но затем он вознесет молитву на этом месте и признает имя твое и раскается в грехах своих, тогда ты подвергни его бедствиям, тогда услышь их на небесах и прости грехи слугам твоим, народу твоему Израиля, научи их ходить по путям добра и даруй им дождь земле твоей, которую ты дал народу своему повладению. И если будет в стране голод, и если случится моровое поветрие, сухове или спорынь, нашествие саранчили гусеницы, если враг приступит к городским воротам, какая бы ни была беда, несчастье или не случилось, тогда все мольбы и моления каждого человека из народа твоего Израиля, и скорби, страдания, постирающие руки на месте этом, услышь небес из обители твоих. Он говорит, это место для народа. И следующее, когда человек пришельный, то есть пришли из не народа твоего в Израиль придет из страны далеко ради великого имени твоего, ради могучей твоей руки простри длани, придет помолиться и в этом храме, услышь небес свои обители, исполни все, о чем попросит тебя. Друзья, мы имеем это место не для того, чтобы похвастаться или сказать, вот у нас есть какое-то чудо, у нас есть то место, где мы можем молиться, то место, где можем общаться, то место, где можем благословлять друг друга, то место, где Бог хочет, чтобы мы делали работу. Когда Соломон закончил молитву, огонь зашел с небес и поглотил жертвы всесожжения, все другие жертвы. Сегодня мы хотим помолиться, если это возможно. Помолиться, чтобы Господь осветил это место. не потому, что оно было грязно или что-то здесь происходило, а чтобы его присутствие было здесь, чтобы мы могли закончить то, что мы начали. И вы скажете, но здесь ничего еще пока нету в действительности. Когда после пленения они вернулись, после Вавиловского пленения, первое, что они сделали, они восстановили их жертвенник. И то, что мы хотим сделать, перед тем, как мы заедем, или когда мы заедем, мы не знаем. Мы хотим, чтобы молитва здесь постоянно проходила. Итак, Соломон завершил возведение храма Господня и царского двора. И все, что задумал, он в сердце своем совершил в храме Господнем и во дворах, и он все это исполнил. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги. Возможно, вы у нас первый раз в собрании. Я вас убеждаю, что на следующую субботу здесь собрания не будет, оно будет на канатной 6. Там намного теплее, там уже больше люди привыкли. Мы просто проводим это служение для того, чтобы помолиться в этом месте. Мы планировали это, хотели сделать, окончить все, до этого времени, что мы хотели, но не смогли. Много вещей происходит. Но это не останавливает нас, чтобы здесь помолиться. Если возможно, я хотел бы, чтобы наша группа восславления вышла, и мы еще распели готов, готов, готов. Ты благ, ты благ, ты благ. Милосердие Твое с нами навсегда. Чтобы эта молитва стала вот той молитвой, которой Соломон заходил и освящал храм. Ты благ, ты благ, ты благ. Если вы смотрите нас в прямом эфире, присоединяйтесь к нам, если вы никогда не принимали ищуясь ищуясь, скажите простые слова, Господь, ты благ, ты благ ко мне. И как Никодим, который искал его присутствие, иметь отношение с Богом, я хочу сказать те же слова, которые сказал Ишуа, тебе нужно родиться свыше. И Бог обещал, что поселить в твоем сердце, будет обитать в нем, будет менять его. Не мисс, не храм меняет, не здание меняет, а наше желание. Приложи к нему усилия, приложите усилия. И Бог говорит, ищите меня, пока еще можно найти. Стучите, откворится вам, просите, да, она будет вам. И если в вашей жизни произошли какие-то ситуации, которые вынуждаетесь к Богу, простри к Нему свои руки. И скажи, там, на Голгофе, в Эрец Израиль, за стенами Иерусалима, за стенами храма умирал Машех, чтобы поселиться верой в наши сердца, уповающий на Него и постадиться. Вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас, и Бог Божий живет в вас. Мы благословляем Ирину Щепанскую, пускай Бог сделает чудо и восстанавливает ее, чтобы она ходила. Никакие приговоры врачей, специалистов не смогут оторвать ее от той радости, которую Бог имеет в ее семье, в ее сыне, в Доме Божьем. И если вам нужна молитва, какая бы ни была она, любое прошение, наш Бог, всемогущий Бог, наш Бог, отвечающий Бог, наш Бог неглухой, наш Бог, который хочет нам выйти навстречу, и Он здесь, чтобы быть вместе с нами. Мы сейчас споем эту песню, аминь, уповаем на тебя. Ты благо, ты благо, ты благо, милосердие твое, с нами навсегда, не лисяк недоброта, сегодня, на веках, на северах, уповаем на тебя. Ты благо, скажем, что он благ. Милосердие твое, с нами навсегда, не лисяк недоброта, сегодня, на века, на все века, уповаем на тебя. Ты благо, ты благо, ты благо, милосердие твое, с нами навсегда, не лисяк недоброта, сегодня, на века, на все века, уповаем на тебя. Ты благо, ты благо, ты благо, милосердие твое, с нами навсегда, не лисяк недоброта, сегодня, на века, на все века, Ты благ, ты благ, ты благ Милосердие твое с нами навсегда Не иссяк, не доброда Сегодня, на веках, на все века Уповаем на тебя Ты благ, ты благ, ты благ Милосердие твое с нами навсегда Не иссяк, не доброда Сегодня, на веках, на все века Уповаем на тебя Благодаря Господь, уповаем на тебя Спасибо тебе Спасибо твое присутствие Спасибо твое прикосновение Спасибо за это здание Мы просим Господь, чтобы удача Проводил свою работу Мы молимся об этом Чтобы мы могли завершить Чтобы здесь проходили молитвы 24 часа в сутки Чтобы здесь не шла молитва Здесь собирались люди Имели исцеление Чтобы этот дом, дом молитвы назовется И твое имя, оно будет здесь Мы просим тебя, в каждом из нас Делать эту работу Спасибо, спасибо, спасибо Додава Бааба Ишуа, спасибо Давайте мы возьмемся за руки Я произнесу молитву Аарона Я хочу, чтобы вы понимали Это единственная молитва, которую Бог дал Израилю вообще Молитва Божия Я понимаю, что Ишуа сказал эти слова Он спросил, как молиться Он говорит, отче наш Но именно молитва Аарона То, что было повелено Богом Он говорит, скажи Моисею Моисей, скажи Аарону Таким образом ты благословляй Это единственное благословение Молитва, которую Бог дал Все остальное, оно было записано Ты будешь это делать Будешь благословен Не будешь делать Но это, как некая печать Я считаю, что Божия молитва Я очень благодарен за это Амин В прошлый год у нас был годом Веры Твердых решений В Боге И знаете, мы хочу продолжить Следующий этап Для нашей общины И общин, которые в сотрудничестве С Орхамашиэх Дорогие друзья Следующий год У нас год пересечения Того бурлящего состояния В котором мы находимся Господь обращается к Иисусу Нами, ну и говорит Через три дня Вы пересечете Иордан Они не переходили одни Они переходили со всем своим семейством Со всем, что они имели Они пришли к Иордану И когда священники вступили в Иордан А это задача Каждого служителя В общине Орхамашиэх Бетель У нас Петсимхах У нас есть Ахава и Шуа Для вас Войти в веру В то, что Бог Обещал дать Я хочу зачитать вам Отрывок из Иисуса Навина Где Очень интересные слова Говорит И обращается к нам Господь Через Иисуса Навина Вспомните Что заповедовал вам Моисей Раб Господень Говоря Господь Бог наш Успокоил Нас И дал нам землю сию Жены ваши Дети ваши И скот ваш Пусть останутся В земле Которую дал вам Моисей За Иорданом А вы все Могущие сражаться Вооружитесь Идите перед братьями вашими Помогайте им Интересно За Иорданом Но мы Переходим За Иордан Нам необходимо Чтобы этот год Был переходом За Иордан Со всем нашим семейством Это означает Что этот год Год семьи Отношений Взаимоотношений Между мужем и женой Детьми Между братьями и сестрами Между общинами Праздниками Которые будут фокусированы На одну точку Семья Божья семья В этом году Для каждого из нас Семья 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 Семья